20 минут о том, что по праву может считаться красивым в свежем выпуске Бьюти Тайм прямо сейчас на 31. Всем здравствуйте! Спонсор программы «Профилактическая терапевтическая клиника «Формула» Общаться с собеседниками за столом и параллельно с фолловерами в сети. Мгновенно на все реагировать и все успевать. Этими манерами выдают себя люди, причастные к проекту «Битва блогеров». Третий сезон стартует 23 сентября. Это будет огромный нетворкинг. Мы все познакомимся, передружимся. И опять с третьего сезона родится куча проектов, которые пойдут дальше жить до своей дороги. Это нас очень радует, что мы людей мотивируем. Это «Битва третья». Мы действительно собрали не только блогеров, но и лидеров мнений. Сейчас, как показывает наша практика, знания, мастер-классы можно получить где угодно. А здесь, получается, наставники, они как коучи. И ты начинаешь действительно что-то делать, когда у тебя рядом есть человек, мнение которого ты можешь спросить кому-то, это действительно важно. Здесь нет чего-то принципиально нового. Эту информацию люди могут почерпнуть там и в интернете самостоятельно. А именно наставничество, оно помогает людям не только обучаться, но и брать и делать. Потому что между обучением и деланием есть мостик. Вот как раз «Битва блогеров» — это тот мостик. Если в команде больше 10 человек, достаточно проблематично ими управлять. Поэтому количество должно быть чуть меньше. Ну, 9-10 — это оптимально и нормально. Что буду рассказывать? Да, там у меня уже целая программа. Я уже договорилась с ребятами, с которыми мы очень близко дружим. И по поводу внешнего вида, и будет у нас консультация со стилистом, и будет у нас консультация с Региной по ораторскому мастерству. И Бек мне обязательно поможет, расскажет про Инстаграм, потому что я больше все-таки про бизнес, чем про Инстаграм. Поэтому я думаю, что будет очень интересно, весело. Программа большая, классная. Я вообще не понимаю, как меня подписали вообще к блогерам. Я никогда не гнался и не гонюсь за этим. У меня есть свой взгляд, у меня есть свое мнение. И вот я делаю так, как мне нравится. Судя по количеству людей, которые дают мне обратную связь, это нравится не только мне, но и им нравится. Поэтому мое видение и видение в Инстаграм, оно мое собственное. Меня первый раз позвали спикером в блогер-лагерь. Сначала для меня это было такое... Я скептически относилась на самом деле к этому мероприятию. А потом оказалось, что это очень классная компания, очень классная атмосфера. И именно в лагере я прочувствовала все это, потому что это было реально классно. Много людей. Нетворкинг. Мы собираемся кучкой, друг друга знакомимся. Все про друг друга все знают. И все, и понеслась эта сеточка. Это лучше, чем сухой Инстаграм, который вот... Подпишись, там, рясем-трясем. Это, ну, такое. Мне кажется, блогер-баттл – это что-то душевное, это что-то про дружбу, про общение. А у нас сегодня не было Лизы Гриц. Лиза, она прямо такой самый блогер-блогер. У нее уже 146 тысяч подписчиков в Инстаграм. И Лиза, она как раз вот-таки за блогерство. И не было Полины Поповы, а мы просто в проекте. Сегодня у нас здесь присутствуют как победители и наставники первого сезона, да, наставники второго сезона, третьего сезона. В общем-то, эксперты, наши яркие битвовцы, да, которые уже тоже с нами прошли. Вот роман Корзун. Эксперт третьего сезона битвы блогеров. Юрий Жуков – это наш яркий битвовец второго сезона. Лика – это наш самый первый наставник, самый первый победитель в первом сезоне битвы блогеров. Мария Выдрина – сегодня здесь присутствует так же, как яркий битвовец, да, представитель наших участников. У нас присутствуют эксперты третьего сезона. Анна Фортуна – это графический дизайнер, будет рассказывать о том, как делать красивый Инстаграм. Айна – наставник второго сезона. Валерия Шевченко, наш бессменный эксперт, будет качать личный бренд. Из 50 участников третьего сезона зарегистрировались уже 40. Те, кому сложно определиться с наставником, могут обратиться за советом к организаторам. Кстати, в программе лекций и тренингов этой битвы блогеров будет мастер-класс от программы «Бьюти Тайм», посвященный стильному имиджу. Сегодня модели, как и представители других профессий и видов деятельности, активно продвигают себя через социальные сети. Но, тем не менее, формат традиционного кастинга также не утратил своей актуальностью. Какие типажи сегодня востребованы в детских модельных агентствах, выясняла программа «Бьюти Тайм». Модельный бизнес суров и непредсказуем. Во-первых, никогда не знаешь, какой типаж станет актуальным. Во-вторых, здесь почти все зависит от внешних данных и харизмы. А этому практически невозможно научиться. В детских модельных агентствах все еще сложнее. Ребенок должен, безусловно, обладать данными. Это как в спорте, знаете, ребенок приходит на просмотр к тренеру, тренер смотрит, оценивает его данные, возможности, перспективы, потенциал и приглашает его уже, соответственно, на тренировку. Но тут, как и в спорте, да, если у ребенка нет желания, а это желание только родителей, ничего не получится, даже если ребенок обладает совершеннейшими данными, да, прекрасными внешними данными и огромным потенциалом. Я всю жизнь работала в возрослом моделинге. И когда началась история с Алисой, я об этом ничего не знала, о детском моделинге. Поэтому весь путь детского моделинга мы прошли с ней вдвоем. Вот, и это, конечно, совершенно новый опыт. Кастинг Международного модельного агентства – мероприятие, волнительное не столько для детей, сколько для их родителей. Моя профессия немного связана с данным направлением. Далее ребенку понравилось, и она с удовольствием сейчас занимается. Среди желающих попасть на подиум или в глянец не только девчонки. О модельном бизнесе мечтают и ребята. Вместе с мужским обаянием в ход идут решительность и целеустремленность. Сложностей не так уж и много, но самое главное, если ты уже поступил в моделинг, то надо работать, надо достигать целей. Если отбираешься на какой-то кастинг, тебе нужно работать по полдня. За это есть награда, очень большая награда. Благодаря этому мы тоже решили поехать сюда, чтобы принять участие в этом кастинге. Я очень хотел заняться художником, но я понял, что у меня это не получилось. Терпение, упорство, позитивное мышление и индивидуальность – все это важно так же, как и приятная внешность. Доля везения тоже имеет значение, ведь хорошеньких детей очень много, а известными моделями становятся единицы. Энса – особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensostyle.ru Вы – женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно? Нравится себе и окружающим? Специально для вас Image Club Светлана объявляет набор в проект «Модель X+.» Подробности по телефону 263-57-37 Стильно и элегантно, строго и со вкусом, в тренде и с характером. Все это про одежду бренда «Мэти Арт». Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. «Мэти Арт» – гарантия восторженных взглядов. Макароны могут быть полезными. «Макфа» – исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. «Макфа» – мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. Вы смотрите «Бьюти Тайм» – программу о том, что делает нашу жизнь роскошной. Далее выпуски о натуральных минералах, которые веками создавала природа, а потом над ними поработали юрилерные мастера. Проекту дефиле на Кировке уже 16 лет. И если первые показы дарили челябинцам возможность вживую увидеть настоящих моделей, которые представляли сложные подиумные образы, то в последние годы парад превратился в фэшн-шоу для всех. Это очень демократичный проект, который как раз и показывает возможности моды, возможности современных дизайнеров, дизайнеров со всего мира. Есть и греческие шубы, итальянские, есть турецкие, есть немецкие коллекции. В том-то весь смысл. Когда мы показываем только на моделях, людям, обычным людям, мне интересно это смотреть, потому что вещи с моделей, они на себя не наденны. Мы покажем одежду для детей, для женщин, для мужчин, для людей разной комплекции, от самого маленького размера до расширенного размерного ряда. Показы будут делать и дети, и профессиональные модели, и взрослые женщины, чтобы всем зрителям, всем категориям зрителей было интересно. Мы хотим наших горожан порадовать какой-нибудь интересной новинкой, какими-нибудь мыслями своими, дизайнерскими. У Славы там всегда, конечно, много творческих личностей, и мне с ними интересно. Мы все равно одно дело делаем. Образы, составленные из готовой одежды, обычно собирают за пару недель до события. А вот авторские работы начинают готовить за несколько месяцев. Дом моды «Фортуна» свою коллекцию посвятил великой Габриэль Шанель. В нашем дефиле участвуют вид-клиенты нашего дома моды «Фортуна». И, конечно же, они любят красивые вещи, неординарные, эксклюзивные, очень много ручной работы. То есть некоторые вещи полностью собираются в ручное полотно, расшивается жемчуг итальянский, такой достаточно хорошо он и на сцене, и в жизни хорошо смотрится. Коллекция готова на 100%, уже полностью абсолютно. Мы сегодня только расстановку будем делать по цветовой палитре, по стилистике. Каждый выход на подиум – это перформанс с участием танцоров, музыкантов, световыми эффектами и оригинальной музыкой. У нас традиционные показы – это капитоль. Также мы ежегодно показываем коллекции мужской одежды, пеплоса. У нас будет представлена немецкая одежда, рабы. Также у нас максим-моды магазин представляется, эйфория. Лига джентльменов – это тоже одежда для детей. Вот, собственно, достаточно охватить всю категорию магазинов, чтобы понять верхняя одежда, нарядная одежда. И вы можете сейчас посмотреть, просто сами сделайте выводы, что модно в этом сезоне, с чем можно комплектовать. И можно в одном магазине, можно из разных магазинов составить комплект. Будет показываться мужская коллекция, очень ставленное пальто, костюмы, пиджаки, трикотаж. То есть огромный выбор, как для молодого, так и для более взрослого мужчины. Безусловно, примерки были. Девочки готовились очень давно. Была проделана огромная работа. Я думаю, что показ пройдет на очень высоком уровне. Сегодня на параде МОД рады представить нашим дорогим женщинам итальянскую коллекцию в деловом стиле. Естественно, в коричневых цветах и их оттенках. Самые красивые и актуальные аксессуары. Прекрасную обувь и все самое трендовое. Мы для каждого возраста подберем модель, подберем расцветку. И при том, ни один человек от нас не уходит недовольным. Есть много разговоров на тему, может ли быть модным и стильным промышленный город. И пусть после этих споров каждый остается при своем мнении, но очевидно одно – люди, которые хотят создавать моду в Челябинске, есть. И они успешны. Это Бьюти Тайм. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Сейчас вы увидите очень много луков с новой конъекцией. Надеемся, что показ вам понравится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Уникальное украшение только из натуральных камней, регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция» Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся свободно. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!